Всем здорова! Сегодня хотел бы немножко показать вам, так сказать, два слова буквально про муравьев сказать, потому что, что именно хотел бы добавить, да, про все это, что сейчас в мире происходит. Скоро остров, завтра мы уже узнаем своих соперников, если посмотреть на остров, то здесь как раз 6 часов осталось до подбора. Какую мы зону выберем, пока не могу сказать, потому что выберем то, что успеем. То, как происходит выбор зон, это отдельная история, там можно целую эпопею рассказывать, что все нажимаешь одно, а по факту тебе попадается другое. Завтра будет видно, вот как раз здесь характеристики нашего альянса видны, это 5800 силы и 79 участников. Далее еще хотел бы вам рассказать о завтрашнем событии, потому что завтра будет очень интересный бой в тропиках против одного из сильнейших русскоговорящих альянсов в сегменте 300-400 сервер. Это, давайте сейчас откроем тропики, и это альянс Унс, 394 сервер. Вот такой вот подбор, достаточно интересный будет бой, думаю, там много сильных игроков и много игроков с Т-10 уже. Сегодня мы щупали друг друга на арене, точнее не на арене, а в пещере. Посмотрим, что будет. Завтра будет запущен стрим в прямом эфире, можете задавать вопросы, я постараюсь отвечать на них, буду читать то, что вы напишите. Все ссылки будут чуть позже на стрим, и об этом я объявлю заранее. Также отправлю ссылки на стрим, постараюсь отправить, по крайней мере, во все каналы, где я часто общаюсь, и где можно со мной поговорить и спросить, задать какие-то вопросы, как касательно муравьев, так и касательно той темы, которую я хотел бы поднять основной. Дальше здесь, в принципе, наверное, про муравьев все, сегодня не будем ничего про них говорить, а вот самое интересное, смотрим и наблюдаем. Хотел бы показать вам вот такой очень интересный проект, новый, от разработчиков, те же самые, что и сделали муравьи. Как видите, очень яркие заставки, здесь все достаточно ярко по сравнению с муравьями. Очень насыщенная, красочная игра и очень красивая. Беслорд, давайте посмотрим, мы видим, что очень похоже на муравьев, те же самые акции почти, давайте посмотрим, сразу по акциям пройдемся. Ну, кто помнит, как начинали игру, у вас очень много разных ивентов было, здесь они все представлены, то есть на каждый день, там 7-дневные заходы, все то же самое, за что можно изначально, первоначально очень быстро подняться по уровням. Далее здесь, в принципе, тоже акции очень похожи на те, что у нас есть в муравьях, да, то есть, допустим, рассвет, те же самые, мы видим, ну, и награды очень похожи. В принципе, практически то же самое все сделали, пока что это все идет в тестовом режиме, и из-за этого будут заметные лаги, где-то подвисания, потому что игра еще не оптимизирована под все устройства. Что еще, давайте посмотрим сразу, да, у нас два рабочих, рабочие это вот такие лемуры у нас. Далее, эволюция у нас тоже практически та же самая, но пока еще все закрыто у меня, но мы видим, что есть также рейды, есть разные виды животных, ну, в общем, в принципе, эволюция похожа очень сильно. Далее, давайте посмотрим сначала то, какие у нас здесь есть войска, потому что, ну, войска, мы знаем, что у нас есть защитники, лучники и носители, здесь немножко это по-другому сделано. У нас есть, давайте посмотрим, хищники, хищники у нас идут, я вам сейчас все покажу, вот Т1, далее Т2, Т3, ну, и так далее. Смотрите сами, буду немножко останавливаться для того, чтобы показать вам и посмотрим, насколько красивые вот последние, да, вот здесь яркие, но, как мы видим, такие картинки более живые, чем в муравьях. И волки Т9, Т10 пока еще нет, но они скоро появятся. Напомню, что игра только в тестовом режиме и пока еще доступна не всем. Вторые, это аналог защитников, здесь травоядные, идут антилопы разные и быки, в том числе и козлы тут очень много, ну, сами видите, достаточно красиво все сделано и вот такие виды войск у нас будут. Странно будет, когда какой-нибудь лев и во главе идет антилоп гнул, но, тем не менее, здесь это возможно. Вот они Т9 как раз. И аналог носителей, это приматы, которые вообще самые забавные были, я когда первый раз увидел, даже немножко в голос посмеялся, но это действительно забавно смотрится. Такие солдаты наши приматы и вот, вот это моя любимая картинка из всех, потому что она максимально похожа на наш Альянс. Наш Альянс, напомню, это серия 338, Альянс Империя, так что кому интересно, кто хочет, приходите к нам, мы всем рады. И к следующему острову также опять объявим набор, будем добирать сильных боевых людей. Самое главное, чтобы вы воевали, могли воевать и выполняли какие-то простейшие команды во время битв и все будет хорошо, приходите к нам. Далее у нас смотрим следующие виды войск, ну, опять приматы, вот они, бабуины, гамадрилы, ну, все как положено, шимпанзе и Т9 орангутанги. Если я в носителями играю в муравьях, то здесь я бы представляю, как я шел бы в отряде, в котором одни орангутанги, но это было бы забавно достаточно. Давайте еще посмотрим диких и заодно покажу вам, как вылупляются яйца, потому что это все будет примерно вот так. У нас, давайте бесплатно яйцо вылупим. Здесь, ну, не повезло, не получилось. Сейчас у нас есть еще несколько оранжевых яйц, давайте их используем. Нажимаем и такая вот картинка, переходим. Раз, синие глаза показались, синий зверь у нас вылупился. Давайте еще одно яйцо, последнее. Опять синие глаза, опять синий. Ну, что ж, не повезло. Оранжевых пока у меня нет еще. Давайте сразу посмотрим, кто вообще может появиться, кто есть в этой игре. Мы откроем всех и посмотрим. Сейчас загружается. Ну, как я и говорил, да, в демо режиме еще не все оптимизировано. Рабочие муравьи, муравьи, хотим сказать, животные у нас есть. Вот такой вот лори. Очень красивый. Далее у нас вот еще макака. Очень красивая золотая томаринка. Это, кстати, одна из самых маленьких обезьянок в мире вообще. Очень красивая. Далее верблюд. Ну, работяга-строитель. О, какой благородный олень, да? Дальше у нас зебра. Очень интересно. Единственное, пока непонятна вот анимация этих животных. Будет ли она потом какие-то мини-видеоролики сюда вставлены? Или такая и останется анимация? Но пока это, не знаю, мне не очень нравится. Посмотрим, что будет дальше. Вот еще какой-то опоссуму. Кто это такой? Странное существо. И дальше пошли уже фиолетовые. Давайте теперь вояк посмотрим. Так, смотрим, да? Вот он такой вот красавчик гепард. Способности, кстати, я посмотрел уже. У них очень похожи на способности те же самые, что и муравьи. То есть распределение также второй, пятый и восьмой навык боевые. Седьмой навык действует на все. Первый, шестой навык это у нас идет на увеличение. И третий, четвертый навык идет атака защита. Здесь все, в принципе, почти то же самое. Вот у нас очень интересно тоже для травоядных. Ну, такие быки, коровы, росомахи. Единственное, я хотел бы посмотреть, кто здесь еще у нас будет. Аналог колесного жука, которого я так и не получил. Но, может быть, здесь я получу всех топовых наносителей. Возможно, я буду играть в нее и как раз... Ну, не уверен, что за носители, потому что мне не повезло в муравях с носителями. Может быть, здесь повезет с лучниками. Вот такие вот медведи. И что интересно еще, у каждого дикого, когда открываешь, он издает звук. Ну, вот он, красавец, конь или лошадь, кобыла, не знаю, там не видно. Ну, вот она, черная пантера. Ну, в общем, сами видите, что вы очень красивые. Льва, кстати, дают за седьмой вход. То есть, получается, что лев это аналог нашего золотого панциря. Носорог. Очень красивый. Ну, интересные такие заставки, вот их, когда открываешь животных. Кому-то, может быть, понравится, кому-то нет. Давайте посмотрим сейчас всех жираф. Это тоже мили, генерал, но он, походу, универсальный будет. Тигр тоже универсальный. Ну, как вы видите, да, красивые рисунки, но такие анимации пока что хромают. Возможно, они потом заменят их на какие-то короткие ролики, и животные будут, скажем так, более реалистичные. Кенгуру. Леопард. Леопард, конечно, очень красивый. Но кошачьи они не могут быть некрасивыми. И на этом все. Диких мы посмотрели. Точнее, единственное, пока диких существ не могу показать, у меня еще не построено здание, потому что я сейчас только восьмого уровня. А дикие, если не ошибаюсь, тут с двенадцатого или тринадцатого уровня открываются. Но в следующем ролике, если кому-то действительно это будет интересно, то я еще сделаю обзоры. Спрашивайте в описании под видео. Смотрите. Там есть ссылка на дискорд. Я могу в дискорд вам ответить. Либо оставляйте комментарии к этому видео. Я постараюсь на них ответить. И мы с вами можем обсудить. Также можем попросить о том, чтобы я снял какое-что-то еще, показал вам в дальнейшем, что будет в этой игре. И чем она будет отличаться от муравьев. Давайте я вам покажу еще, как здесь выглядят повадки. Потому что вот так выглядит наша матка, главное здание. И если выбрать повадки, то вот такие повадки у нас. Они вот как смотрятся, будто током ударили. Как сказал один человек, который видел фотографию. И вот такой вот лев. То есть, в принципе, то же самое, что и в муравьях. Все те же повадки, скины. Давайте я вам покажу еще, какие сейчас уже есть. Это у нас основной скин муравейника. Вот он пошел, розовый слон. Ну, это муравейник, не муравейник, как хотите назвать, да? Здесь все с животными пока что идет. Слон, птиц, пеликан какой-то. Здесь морж. Может, кстати, очень интересно смотрится. Но в саванне морж своеобразно будет смотреться. Далее у нас фиолетовые пошли. Вот он, кабан, верблюд, ягуар какой-то. Мишка или кто это такой? Барсук, да? Далее еще волк, носорог и черепашка. Ну, пока что все. Остальные посмотрим. Здесь у нас пока ничего нет. Вот так выглядит наш рейд. Рамки. Рамка вот такая вот у нас есть. Тоже, кстати, достаточно прикольная, интересная рамка. Красиво смотрится. Король лев такой. Рамка короля. И вот на аватаре, конечно, рамки вот эти очень красиво смотрятся. Это как кролик на голове оленя. На рогах насаженный коала. Либо хомяк. Вот эта вот мышь, наверное, самая забавная морда. Далее давайте покажу вам еще просто карту острова. Точнее, карту мира, сервера нашего. Сейчас погружается все. Вот так вот выглядят наши муравейники. Сейчас мы отправим один отряд. Просто для того, чтобы показать вам, как выглядит отряд. Потому что отряды здесь, опять, скорее всего, это все будет настраиваться. Ну вот оно. Слишком нарисовано, слишком заметно это. В муравьях как-то более реалистично это смотрится. Так, и давайте покажу вам еще главное дерево. Здесь также болото. Где дерево? Что-то у меня. А вот оно, болото. Не туда тыкну. Ну вот оно, красивое такое дерево. Очень большое. Ну, серединка опять только активна. Здесь побольше у нас картинка, чем в муравьях. Но достаточно интересно смотрится. И огурцы наши такие же. Вот так выглядит наш муравейник. Точнее, не муравейник. Я даже не знаю, как назвать это. Наша гора. Вот здесь, если посмотреть у нас. Наш прай живет в Львов. Главный лев. И рядом с ним львенок. Именно Симба. И король лев напоминает. А еще смотрите, вот можно вот так вот, если тыкнуть в любое место, то появляется слон. Если тыкнуть там, где он рядом, то он кричит и бежит. Этот же слон как раз ломает наши вот эти заросли. Как-то вот так. Ну, в общем, вроде все показал. Если что-то еще хотите увидеть, пишите в комментариях. Буду очень рад. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И пора заканчивать, наверное, на этом. Да пребудет с вами Сила!